МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наш разговор про жизнь мы назвали очень просто. Женские вопросы настоящему мужчине. Когда я вижу этого человека, мне хочется родить, потому что он лучший из лучших акушеров-гинекологов. И попасть в его руки огромное счастье. Наш гость сегодня, самый знаменитый гинеколог России, Марк Курцер. Марк Курцер – самый знаменитый гинеколог России. Дав жизнь своим четверым детям, он помог появиться на свет огромному количеству малышей. Родиться в клинике Курцера – это значит родиться в рубашке. Медицинские центры Курцера расположены в Москве и 13 городах России. Не все верят в АСНО, но все верят в высочайший профессионализм. Врача-аккушера-гинеколога Марк Курцер. Итак, Марк Аркадьевич. Студия заполнена женщинами, и они готовы вам задать свои вопросы. Пожалуйста, наши первые гости. АПЛОДИСМЕНТЫ Здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос к вам. Недавно была на осмотре вы гинеколога. Обнаружили миому, поэтому начала смотреть по интернету, советоваться со знакомыми. Возможно ли вылечить эту болезнь таблетками, свечами, или обязательно операцию? Миома или... Доброкачественное, я специально подчеркиваю, доброкачественное заболевание у женщин. В принципе, если она небольших размеров, некоторые считают, что до 2 сантиметров, некоторые считают даже до 4 сантиметров, в зависимости от того, где она располагается, внутри полости или снаружи матки, она протекает бессимптомно. И ее излечивание в самом деле происходит с начала менопаузы. Как только происходит прекращение менструации, у большинства пациенток происходит обратное развитие. То есть узлы исчезнут сами? Да, станут минимальными, практически не видно. И они никаким образом не повлияют на качество жизни, продолжительность ее. Но если возникают симптомы, то необходимо, конечно, лечение. И существует лечение, конечно, оперативное. Существуют специальные препараты, которые вызывают искусственную менопаузу вот прекращение менструации. Это агонисты. Когда их вводят, прекращается менструация, происходит обратное развитие. Но у большинства пациенток после восстановления менструальной функции снова начинается рост миомы. Но сейчас существует очень хороший метод лечения. Это селективная выборочная эмболизация маточных сосудов, которые идут непосредственно к миоме матки. Это не требует оперативного вмешательства. Но вот эта эмболизация прекращения кровоснабжения миоматозных услов ведет к обратному развитию миомы и в дальнейшем отсутствию роста. Вот давайте мы посмотрим к нам на макет. Вот смотрите. Вот сосуды, питающие миомы. И вот желтого цвета растет миома. Вот что такое эмболизация? Марк Аркадьевич, мы не такие виртуозы, как вы. Мы используем простой спрей. Вот представьте, вот сосуд основной, который питает миому. Вот сюда попросту вводится эмбол, вот так вот. И он закрывает этот сосуд. Миома теряет питание. Правильно, Марк Аркадьевич? Абсолютно. Есть ей нечего, кровотока нет, и опухоль сама подвергается обратному развитию. Это делается через прокол в бедре, да, Марк Аркадьевич? И все, это чудесный метод. Вот поэтому разные есть методы. Решение надо принимать вместе с доктором, и ни с кем больше. И принимать обязательно, особенно если женщина молодая, потому что я видела, как оперирует профессор Курцер, и, к сожалению, если женщина не обследовала, и, например, забеременела, и у нее оказалась миома, то врачи делают сложнейшие операции, чтобы удалить миому, спасти плод и так далее, и так далее. Поэтому все лечится, решите как. Спасибо вам. А мы ждем следующую гостю. Какой вопрос у вас к профессору Курцеру? Здравствуйте. Я очень хотела вопрос вам задать. У меня взрослая дочь, ей 30 лет. Она беременна. Но она очень стеснялась прийти сюда, потому что такой интимный вопрос. У нее герпес в интимной зоне. И мы все переживаем, и она волнуется. Как это отразится на ребенке? Опасно ли это? Подскажите, пожалуйста, и что нам делать? Итак, женщина беременна, у нее герпес. Вот тут у нас знаменитый макет беременной женщины с малышом внутри. Герпес вообще, в принципе, опасен для ребенка или нет, Марк Аркадьевич? Как инфекция? Страхи по поводу герпеса очень преувеличены. Герпес – это очень часто распространенное заболевание. Он бывает первого и второго типа. Большое значение имеет локализация, место расположения. Если это располагается на слизистых ротовой полости, в других местах совершенно не страшно. Если это располагается в интимной зоне и в процессе родов, то это может иметь небольшие последствия. Но большей частью герпес протекает бессимптомно. Конечно, это требует обследования. Это требует определенной терапии. Специальными препаратами, такими как ацикловиры, иммуноглобулины. В различных триместрах беременностями по-разному. Но в целом это абсолютно безопасно для будущего ребенка. Я хочу сказать, что Марк Аркадьевич вообще был инициатором того, что в Москве, а он много лет был главным гинекологом Москвы, были введены обязательные обследования на целый ряд инфекций. В том числе и на эту. Поэтому безопасной она стала только потому, что женщин стали обследовать и лечить. А вот теперь Дмитрий Николаевич покажет, где герпес проживает. И почему он вылезает. Да, герпес – это вирусная инфекция. Возбудитель герпеса – это вирус. Вот так вот он выглядит во много раз увеличенном виде. Коварство заключается в том, что большинство людей носят его бессимптомно в особых местах. В ганглиях так называемых. То есть это нервные узлы, из которых потом формируются периферические нервы. Вот он ганглей. И здесь он проживает в себе до поры до времени, пока вдруг иммунитет по каким-то причинам не в состоянии его держать в неактивном состоянии. И вот тогда он начинает продвигаться по нервному стволу из этого нервного узла, и появляются высыпания в том месте, где этот герпес проживал. На лице ли, на половых органах, либо на грудной клетке. Совет профессора пролечить дочку и довести это дело до конца. Тогда для малыша все будет безопасно. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. И еще один вопрос у нас на сегодня. Пожалуйста, ваш вопрос к профессору. Профессор, у нас радостное событие. Моя дочь скоро станет мамой. Правда, срок маленький, и мы не делали УЗИ. Но на самом деле очень интересно, можно ли определить признак ребенка по каким-то... Ну, таким методом я слышала, что, допустим, животик уголком. Или соленая пища в приоритете, или сладенькая что-то такое. И что это означает? Да, это означает, ну, если хочется из соленого немножко животик как уголком, это будет мальчик. Вопрос в чем? Это был ответ. Это был ответ, а теперь вопрос. По каким признакам по форме животика можно узнать пол ребенка? По каким признакам можно узнать пол ребенка? Не будем про форму животика, потому что в клинике профессора Курцера пол ребенка определяют на восьмой неделе. А мне кажется, жене моего старшего сына вообще определили, по-моему. На шестой мы с первых месяцев знали, кто у нас. Марк Аркадьевич, что за современные технологии потрясающие? К сожалению, вот в современном медицине неизвестны симптомы, когда по внешнему виду, фенотипу мы можем определить пол будущего ребенка или по каким-то изменившимся привычкам. Более достоверным считается способ, когда мы можем определить наличие х или 2х или у хромосомы. Вот если мы находим Y-хромосому, то это точно будущий мальчик. Сегодня появился метод абсолютно безболезненный, неинвазивный он называется, когда в периферической крови матери, которую мы получаем из локтевой вены, мы можем определить ДНК плода, хромосомный набор плода. И этот тест делается, начиная с 8-9 недель. И проведя этот тест, мы можем четко найдя Y или не найдя Y-хромосому, сказать, будет будущий мальчик или девочка. Смотрите, в чем фокус, Андрей Петрович. Давайте. Разбираем. У девочки и у женщины есть 2х-хромосомы. А у мужчины 1х и 1х-хромосома от папы. Соответственно, когда женщина беременна, то в определенном возрасте, когда 8-9 недель беременности, то генетический материал плода можно найти и обнаружить в циркуляции у мамы. В крови у мамы. В крови у мамы. Если у мамы нашли только X-хромосомы, то что это значит, девочка? То никакого мальчика там нет. А если нашли Y-хромосому нашли, вот этот вот такой генотип XY, то значит, эта Y-хромосома пришла от мальчика, и у вас будет мальчик. И у профессора это делают на 8-й неделе. То есть в 2 месяца все ясно. Вот какой анализ надо сделать. Спасибо. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. Следующий вопрос. Я вот давно замужем. Мы с мужем хотим очень детишек, но забеременеть не получается. Я недавно сходила в больницу на консультацию очередную, и мне сказали, что у меня аллергия на мужа. Что же мне теперь делать? Мужа менять? Аллергия на мужа. Марк Аркадьевич, а что такое, говорят врачи, бывает? Нет, это не совсем правильное название. И обычно никакой аллергии на мужа, конечно, не бывает. И вопросы ненаступления беременности, вот бесплодного брака, это вообще сложный вопрос, который требует обследования тщательного. Иногда бывает ошибочно, принимаются те или иные причины. Бывает мужской фактор, бывает женский такой фактор, наиболее распространённая непроходимость маточных труб. Но бывает и достаточно редкий, когда происходит гибель сперматозоидов в шейке матки, в слизи шеечной матки, куда поступают антиспермальные антитела. Да, в самом деле это бывает. То есть, вот смотрите, вот сперматозоиды, они поступили во влагалище женщины, и секрет их растворил. Марк Аркадьевич, это всё уже аллергия на мужа. Что делать? Ну, в первую очередь, надо обследоваться, сделать такой специальный марк-тест, убедиться, есть или нет. И для этого есть, существуют определённые, очень хорошие методики. Мы их называем... Лечение, да? Да. Ну, даже, я бы сказал, не столько лечение, сколько вспомогательные репродуктивные технологии для того, чтобы наступила беременность. И наиболее распространённым в этом случае является инсеминация. Когда берётся сперма мужа, и специальным катетером проходится вот это опаснейшее, страшное место для сперматозоидов шейка матки, и в полость матки вводится сперма мужа. И всё, и после этого благополучно может наступить беременность. Есть ещё более сложные методики, но это самая простая и достаточно эффективная. То есть, представляете, просто шприцом впрыснут сперматозоиды сразу в матку, проходя мимо влагалища и шейки, и всё. Вот почему хорошо иметь дело с профессионалами? Потому что страшные проблемы оказываются чепуховыми и легко разрешимыми. Марк Курцер, гений. Спасибо вам. Садитесь, пожалуйста. У нас ещё один вопрос. Ждём следующих гостей. Здравствуйте. Здравствуйте. Марк Аркадьевич, ещё одна дама к вам. Мне 50 лет. 5 лет назад уже закончились месячные, а тут вдруг опять пришли. Меня волнует вопрос, могу ли я забеременеть. 5 лет нет менструации, вдруг кровотечение, да? Да. Вы решили, что это месячные. Что думают опытные врачи? Ну, на первый вопрос я могу сказать, что вы забеременеть не сможете. И, скорее всего, как Элитна Васильевна правильно сказала, это не менструация, а кровотечение. И вы должны обратиться обязательно к доктору и проверить, почему это произошло. Это может быть как следствие опухоли, она так и называется, гормонопродуцирующая опухоль яичников, либо это опухоль, расположенная в теле матки, которая даёт кровотечение. Надо сделать специальное обследование, которое включает и ультразвуковое исследование, и биопсию по показаниям, и только поставив диагноз морфологический, то есть патогистологический, можно чётко сказать, что явилось причиной кровотечения. Поэтому, дорогая моя, вы думайте не о том. Надо думать не о беременности. Вот она, наша матка, и посмотрите на матку. Если здесь опухоль или опухоль здесь, в яичниках, то может быть кровотечение. В таком возрасте мы боимся раков, поэтому мы просим вас обследоваться. Спасибо. В обязательном порядке обследоваться и решить, как дальше быть. Хорошо. Спасибо вам большое. Садитесь, пожалуйста. А я хочу спросить Марка Аркадьевича вот о чём. Сколько лет вы уже работаете акушером-гинекологом, Марк Аркадьевич? 35 лет. 35 лет в акушерстве. Человек, который в этой профессии достиг всего. Он построил самую крупную в Европе сеть клиник для мам и для малышей. Потрясающие перинатальные центры. Всё на свете. И у него не ушла огромная любовь к делу, которую он делает. И по всей Москве и Подмосковью он собирает самых тяжёлых женщин и оперирует их. Я люблю вас, Марк Курцер. А какую радость особенную вам доставляет ваша профессия? Это рождение здорового ребёнка. Вот так. У нас в гостях был Марк Курцер. Действительно, самый знаменитый и лучший акушер-гинеколог России. Марк Аркадьевич, вам спасибо огромное. Спасибо вам. Продолжение следует...